Добрый день! Мы продолжаем с вами говорить про конфигурацию 1S ERP и сегодня мы говорим про подсистему управления доставкой. Подсистема эта очень интересная, появившаяся на самом деле, если смотреть по историческим подходам, не так давно, но уже крайне полезная в работе. Это, по сути, автоматизация диспетчирования транспортного цеха. Что нужно сделать вначале? Вначале нужно завести транспортные средства. Наверное, я слишком быстро показываю склад и доставку транспортных средств. Давайте создадим некое транспортное средство. Тип у нас будет легковая. Ну, по большому счету, вроде, больше ничего пока не требуется. А теперь мы заходим сюда и попадаем в достаточно большой и сложный РМ. Как сюда попадает информация? Попадает она сюда, вот отсюда. Хоть закупки, хоть продажи, хоть что. Давайте скопируем. Однако здесь у нас, видите, подсистема доставки никак не появилась. Хорошо, тогда, значит, она в продажах у нас будет. Окей. Что мы имеем? Ну, что имеем, то имеем. Да, та отгрузка, пускай, будет сегодня. Начинается история с условиями оплаты. У нас будет с вами кредит после отгрузки. Итак, реализация товаров и услуг. Делаем реализацию. И не можем ее реализовать, потому что он нам говорит, а где ваш ордер. Ну, ничего страшного. Идем с клада доставки, идем в подгрузку. Вот у нас расходный ордер. В статусе подготовлен он будет. Ну, тут у нас действуют контроли, которые от версии к версии меняются, да? Да, у нас клад, к сожалению, стал адресным. К большому моему сожалению. Поэтому давайте кое-что вам еще сейчас покажу, такое интересное. Давайте я назову ее 3. И это будет отгрузка. Ну, отгрузочный он будет. Итак, расходный ордер у нас отработал. Отгружаемые товары. Действия отобрать. У нас тут... Что у нас было в заказе? Самовыл, что ли? А-а-а... Я виноват. Давайте наша транспортная служба до клиента. Заодно адрес доставки заведем. Ну, пускай будет. Россия, Москва. Город Москва. Не надо нам никаких классификаторов. Что такое? Закрыть. Окей. Не хочет сохраняться. Ну, ладно. Давайте зайдем в первого клиента. Где здесь у нас адрес? Ну, какая-то месть какая-нибудь. Ну, короче... Сюда это не подтягивается. К сожалению. Ну, давайте перевыберем. Мы не будем самовылывать. Наша транспортная служба до клиента. Мы повезем. Окей. Тут зона доставки. Ну, понятно. У нас опять все отвалилось. Так, это у нас... Здесь мы, конечно, что-нибудь могли придумать, но мы так не хотим. Мы хотим ордер. Проводим. Отбор и размещение. Ну, понятно. Нам надо отобраться. В работе. Выполнено без ошибок. Мы молодцы. Мы молодцы. Расходный ордер мы создали. Отбор и размещение создали. Задание сделали. Молодцы. А теперь бы надо это все послать. А вот оно и появилось. Да. Создать. У нас транспортное средство одно. Ну, в общем-то, ему и ничего. И вести. Вот у нас появилось задание. Вот оно, задание на перевозку. Формируется в статусе. Ну, мы ставим отправлено. Ну, не стоит. Не хочу я перезаполняйте. Вот просто из-за времени он так немножко возмущается, потому что все подряд же я делаю. Отправлено. Закрыто. Доделали. Из доставки можно распечатывать самые разные документы. Здесь есть маршрутный лист. Вот есть у нас комплект документов. Что можно создать на основании задания. Места использования. Ну, по большому счету. Все. В принципе, этого вполне достаточно для небольшого диспетчерского цеха. Для более тяжелых ситуаций, конечно, нужно использовать 1С управление автотранспортом. Благо, существует модуль, как и РРСРМ, для интеграции его с 1С ERP. На этом спасибо за внимание. До свидания.